Вихревое поле Добрый день! Мне предложено высказаться коротко по поводу вихревого поля или торсионного поля или спинорного поля как оно в разных акторах носит несколько отличные толкования определения Я очень коротко скажу что в теоретическом смысле начиная по-видимому с работ Эли Картана были проделаны и другие работы в частности Форвард в 1961 году отталкиваясь от ОТО общей теории относительности получил уравнения аналогичные Макс с Гавловским для гравитации и Картан в 1969 году получил уравнение аналогичные Макс с Гавловским два ротора две дивергенции аналогичные Макс с Гавловским с точностью до знака ну понятно почему потому что электрические заряды отталкиваются и притягиваются массы только притягивается ну понятные константы у нас это совсем иной характер и Олег Александрович Шелодюков записал точно по аналогии с электромагнитным излучением пундрамоторные силы для движущейся массы и с помощью этих уравнений сделал некоторые расчеты и нужно сказать что это расчеты обнадеживающие но это то что касается теории еще здесь можно наверное все таки сказать что Карстова используя метод изоморфизма то есть аналогии основных уравнений для электрических магнитных взаимодействий значит когда он рассматривал магнитные взаимодействия использовались две магнитные массы что допускает существование монополя магнитного Дирек высказал и доказал гипотезу существования монополия но экспериментально не найдены поэтому можно подвергать сомнению но то что сделал форвард опираясь на то не требует изоморфизма и уравнения получились аналогичные Макселландские что касается теории то будем считать что на этом мы ставим точку важно подтверждается ли теоретические выкладки экспериментами вопрос можно вопрос потом так вот целый ряд экспериментов которые современная физика в современной ее парадигме объяснить не может никак с позиции вихревой физики получают объяснение ну прежде всего наверное скажем изменение скорости распада спонтанно распадающихся атомов элементов известно что скорость подчиняется закону Пуассона и никакими внешними воздействиями ни магнитными полями ни температурами ни давлениями закон этот изменить невозможно так мы изучали это со школьных и вузовских времен оказывается такая возможность существует и опыты мельника например статьи его опубликованы в рецензируемые в рецензируемых журналах имя отчество я не помню сейчас но вы можете даже по интернету их найти так вот опыты мельника показывает что если вы около диска установленного на асинхронном двигателе по моему 3600 оборотов в минуту если вы ставите счетчик Гейгера-Мюллера с нанесенным на него радиоактивным изотопом то вы получаете закон Пуассона до тех пор пока двигатель не приведен во вращение как только он приходит во вращение со скоростью о которой я уже говорил закон Пуассона нарушается если вы останавливаете двигатель то через некоторое время он восстанавливается до прежнего своего значения немецкими исследователями в течение целого ряда лет я сейчас не помню сколько именно но мне запоминается что 11 лет вели исследование распада радиоактивного изотопа перманентное без всяких двигателей без ничего и установили с вероятностью превышающей вам в несколько раз во всяком случае погрешность что закон Пуассона изменяется с течением времени сезонно сезонно превращение земли вокруг солнца и во время зимнего солнцестояния скорости одни я не помню сейчас какие именно и во время летнего солнцестояния они другие то есть там скорости распада при летнем солнцестоянии меньше при зимнем солнцестоянии больше и так происходило в течение 11 лет никакими современными представлениями объяснить это явление было бы невозможно если исходить из вихревой гипотезы это объясняется довольно легко кстати я считаю что думаю современные представления это тоже объяснить возможно просто мы это обсудим теперь некоторые макроскопические явления ну известно что ведьмины круги или крупсерклы в особенности в Англии там их часто наблюдают но оказывается и у нас они возникают довольно часто просто на них не обращают внимание не описывают их никаким образом нашу традиционную науку это и вовсе не волнует ну когда-то и турбузский метеорит я совершенно не волновал но время было такое это верно можно объяснить по-разному но и вот последний метеорит Челябинский озеро я забыл там как оно Челябинский да, Челябинский ну в озеро Чебаркуль по-моему ну кажется да это тоже не очень волновало ну выехала комиссия с комитета по метеоритам сколько-то человек ну вот собственно говоря и все им должны быть вложены большие деньги должны быть проведены фундаментальные исследования за рубежом люди по теням на площади определили направление с которого он летел скорость с которой летел и многие другие вещи значит оставим ее в покое но вот значит целый ряд явлений и которыми все-таки в той или иной степени наука и те кто просто увлекается этими вещами ну а на мальчики в основном они все-таки исследовали такие например как САСовский взрыв в 1991 году 12 апреля в час или в час тридцать по московскому времени произошел этот взрыв примерно в полутора километрах от САСова на пойменном лугу образовалась воронка в двадцать восемь метров в диаметре с почти вертикальными стенками три с половиной четыре метра ну три с половиной но там замывание произошло потому что кто-то взял и пустил воду туда только не осторожиться значит предполагать что было четыре вертикальные стенки и внутри этой воронки точно по ее середине конус нетронутого грунта в основании двенадцать метров примерно на верхнем срезе примерно полтора метра нетронутого грунта взрыв был таким что он напоминал хлопок как говорили местные жители вернее было два хлопка и окна и двери у близлежащих домов были вывалены наружу а не внутрь как при обычных взрывах за сутки до этого в том месте где произошел угрыб а произошел на пересечении двух разломов видели свечение которое местные говорили что местные описывали как свечение от сварки только значительно меньше по интенсивности но это означает что были ионизованы по крайней мере атомы азота это их такое свечение а после взрывов на ЦАСовом как раз вдоль одного из разломов проходило некое свечение они говорят красного цвета как полярное сияние вот оно перемещалось и исчезло ну красное свечение возбужденный кислород значит энергии для того чтобы возбудить азот уже было недостаточно для взрыва тем более недостаточно а вот для свечения кислорода то есть опять таки взаимодействие на атомарном а скорее всего на ядерном уровне нуклеарном лучше так скажем взрывы взрыв Хабаровский в 96 году по моему если не в 2006 извините тоже ночью взрыв такой что деревья в диаметре двух километров во обхват человека лиственницы там и другие деревья в лесу были вывалены по кругу точнее по некоторым спиралям вот так если вы видели как изображают галактики это вот примерно такого вида спирали и эти деревья в штилевую погоду деревья были не просто вывалены их стволы были закручены до такой степени что стволы претерпели разломы и как раз по этой причине не были возвращены в обратную сторону значит если бы не столь сильное вращение ствола вокруг его продольной оси то мы бы и не узнали было верчение или нет но поскольку до такой степени что стволы растрескались назад они восстановиться не могли и те кто ходил туда наблюдать это явление описывали что они видели деревья с растрескавшимися стволами по направлению вращения ни Хасовский взрыв ни Хабаровский вывал наша ортодоксальная наука писать не может ну вот не может и все ну и значит его не было не обращает на это никакого внимания более распространенные явления конечно такие как скажем подъемы воды до 10 метров а может быть и больше отдельными грандиозными фонтанами зафиксированы из космоса на фотографии это тоже в стилевую погоду в Атлантическом океане например значит в некотором объеме вот такие бьющие фонтаны которые резко резко потом сваливаются исчезают никакой видимой причины для такого это не не киты выбрасывают там фонтанчики фонтаны такие что фотографируются из космоса достаточно объемные и мгновенно прекращаются сами по себе а значит кропсюрклы например или ведьмины круги вот в Англии в особенности сейчас наблюдают верно в последнее время вот под эгидой королевы действовала некоторая компания я сейчас забыл инициатора но можно вспомнить потому что у меня есть его фамилия я знаю кто это они имели самолет в своем распоряжении там фотоматериал и так далее исследовали множество этих кругов фотографировали и так далее и он пришел к выводу что до восьмидесяти процентов это рукотворные вещи то есть вот для какой-то цели для рекламы или для чего-то другого есть люди или психопаты я не знаю и они инспирируют или ночью вот они проделывают какие-то манипуляции с веревками с досками и так далее строят эти но заинтересовались этим не наши опять-таки к сожалению физики и геофизики скажем нет это их не интересует а у нас такие крупсерклы тоже возникали есть описание человека который попал в эту область и не одно даже но науку это не интересует а вот значит там немецкая компания была из ученых и американская немцы определили через сутки после возникновения крупсеркла измеряя температуру в центре внутри радиуса и за пределами и температура отличались на 4 градуса в центре по отношению к периферии то есть выше температур сутки прошли грунт прогретый на большой глубине кроме того у них была в распоряжении радиоуправляемая самолетная модель самолета до 6 метров она могла подняться они ее подняли до 60 метров и там температура выше чем в такой же атмосфере за пределами этого круга кроме того было установлено и прямо экспериментально подтверждено что если взять стебли вот такие как были у крупсерклов и поместить их в СВЧ печь то они ведут себя точно так же как в крупсерклах а что именно если вы с помощью досок и веревок или даже с помощью ветровала валите стебли они ломаются и погибают сваленные ну будем говорить торсионными полями стебли размягчены до такой степени что они не ломаются и продолжают цвести и колоситься ну если цвели там цветки соответственно если нет колосятся то есть остаются живыми то есть с помощью СВЧ излучения каким бы оно ни было это не электромагнитное конечно явление стебли размягчаются там вода внутри стебля замягчаются до такой степени что укладываются по направлению самого вихря и остаются не изломаны то есть есть несколько по крайней мере тестов которые позволяют установить нерукотворность и рукотворность того что там происходит в в той же Рязанской области но это не Сасовский район сейчас не помню какой именно произошел несчастный случай с трактористом было двое они работали до обеда остановили трактор решили пообедать один пошел там за едой другой прилег на ну на промежутке необработанной почвой в телогрейке в ватнике и когда второй вернулся к первому тут сгорел причем ватник был цел а вот внутри уголь обгоревший человек там где много воды вода хорошо поглощает это излучение организм на 80 с лишним процентом состоит из воды там так же как вы свою печку вы ставите в стекле в бумажном стаканчике молоко молоко закипает в стаканчике вот произошел такая вещь она описана эта вещь никакого объяснения на этот счет не существует это происходит не так часто довольно редко каким образом микро элементы торсионов слагаются в целое и каким образом они аккумулируют эту энергию это пока не исследовано мне не известно это но это очень было бы очень интересно как это происходит и каким именно образом но существование воздействия торсионного поля на элементарном уровне нуклеарном уровне и возможность его консолидации синхронизации его усилий или синергетики большого количества элементарных торсионов в большие фрагменты совершенно очевидно существует еще один аспект известен нагреватель Потапова на торсионном эффекте значит ну замкнутый цикл по которому прогоняется теплоноситель вода самым лучшим образом хотя пробовали с бензолом и с другими вещами получалось не очень хорошо а вот с водой наилучшим образом и они получили КПД условно так назовем пока на 1,4 процента это означает что вы ставите ваттметр на двигатель центробежный который качает воду и вы измеряете энергию которая потрачена двигателем на приведение воды во вращение а дальше термометр плюс известная масса там скажем 100 литров заливает систему измеряется довольно точно температура измеряется довольно точно до опыта и после опыта трубка это подобно трубке ранка физик был такой ранке изобрел вот трубку вот потаповская он экспериментально нашел ее сам почему он инженер почему он так поступил я не знаю это к делу сейчас не относится но из физтеха харьковского приехал физик для тестирования этого явления таким образом у него оказался счетчик с собой радиоактивный он поднес днище этой трубки до вишневого коленя нагревается это когда по ней течет вода в трубке вихревой насос закручивает вихревой то есть центробежный насос прокачивает воду но сама трубка некий такое вот образование которая сама закручивает воду так лучше сказать так вот днище этой трубки нагревается до вишневого коленя и она становится источником нейтронного излучения причем интенсивно всего много выше фонового когда вы останавливаете все это счетчик показывает фон когда вы снова включаете в движение нейтронное обогащение налицо значит есть целый ряд случаев кроме опытов мельника опыт потапова опыт немцев которые от солнца нашли зависимость изменение закона по осону все это говорит о воздействии на микро уровне на нуклеарном уровне но макроскопические явления которые тоже до сих пор не объяснены могут быть объяснены с позиции вихри и не могут быть объяснены ничем другим спасибо пока по крайней мере ничем другим не объяснить но теория не создана теория какая-нибудь создана теория я вам говорил форвардом кажется она началась сейчас с катран теория создана никто ей не придавал никакого значения ну создана и создана но есть теория есть экспериментальные данные какие-то выводы должны быть сделаны да вот по экспериментальным данным к сожалению ничего нет потому что авторитет ортодоксальная наука этим заниматься не хочет ни ортодоксальной не имеет для этого средств и времени мы с моим коллегой наткнулись совершенно случайно я атмосферщик на это явление в атмосфере в атмосфере происходили вещи которые с позиции современной физики объяснить было невозможно ну я коротко могу сказать что дело мы до этого обнаружили вслед за нашим физиком из нашего же университета Родионов Сергей Федорович такой замечательный человек еще в тридцать седьмом году он обнаружил некую аномальную прозрачность нам было любопытно посмотреть при выполнении договорных работ важнейшей тематики мы в тех же местах производили измерения было интересно посмотреть что это за аномальная прозрачность что на собой представляет мы ее нашли определили эту полосу посмотрели как эта полоса сдвигается и так далее многие другие вещи но по термодинамическим соображениям днем этих полос быть не должно ну потому что это вандервальцевые силы поглощают хорошо а связи слабые поэтому как только солнце сходит в слое 3-5 километров находится эта это субстанция эти кластеры водные до капель они не вырастают потому что воды мало а так сказать поглощение большое с восходом солнца они разрушаются но мы их обнаружили днем чего быть не должно и сопровождались они поскольку это было на станции нашей Пулковской обсерватории станция горная для наблюдений то есть там были эти радиотелескопы обычные телескопы все было в нашем распоряжении народ мы были достаточно любопытные и выбрасывать в корзину результаты не хотели пошли смотреть что на телескопах ну вот на радиотелескопе такие всплески сопровождались специфическими радиосплесками причем через 20 минут они исчезали мы видели как полоса эта смещается как она становится меньше и всплески в это время тоже уменьшались и поначалу мы их связали со всплесками потом стало ясно что ошню в радиодиапазоне ну никакое чтобы произвести такую вещь и кроме того почему оно организованно должно их образовывать а потом они разваливаются куда все это делается не получалось и когда уже через некоторое время мы пришли к выводу что это может быть вихрь который уплотняет атмосферу вместе с водяными парами в некотором диаметре а дальше не идет потому что внешняя атмосфера не позволяет вот сколько хватает его энергии настолько он раздвигает и по периферии это уплотнение становится таким как было бы ночью когда нет света да плотность пара повышается и тогда эти кластеры образуются а как только исчезает этот вихрь все снова релаксация и все снова становится на свои места значит тогда это не вовсе не не электромагнитное излучение рождает эти а наоборот сами вращающиеся ионы в атмосфере создают этот радиус плеска ну вот тогда мы заинтересовались стали читать литературу заинтересовались этими вещами и получилось так что это предположение попало в точку хотя поначалу мы считали что это именно радиус плески и даже с этим носились мы в академии наук на президиуме делали доклад на этот счет а не потому что нам придали такое значение а это не на запись почему на запись по-моему да ну ладно скажу потом в общем появилась возможность сделать этот доклад на президиуме мы его сделали никто не сказал что это чепуха хотя мы то сами поняли что это неправильно денег не дали для исследований потом мой коллега Генрихоныч Никольский сделал доклад на ученом совете в генштабе там тоже выслушали мы просили чтобы нам дали самолет чтобы с радаром вот на той самой длине волны о которой мы говорили чтобы можно было облететь и посмотреть что получается нам нужно было создать этажерку этих самолетов и воздействовать на погоду таким образом ну скажем спихнуть тайфун подальше от наших берегов поближе к каким-нибудь другим например ну вот нам не дали и слава богу что не дали потому что мы бы результат видимо не получили потому что не та была причина ну так вот детально занимаясь этими этой проблемой мы пришли к выводу что вихре в вихре представление о торсионах о вихрях ну уже не в форточку стучаться а в дверь но официальная наука признавать их пока не торопится ну это не очень должно огорчать но наука сложная самоорганизующаяся система а в системах наряду со всякими другими признаками должен выполняться и такой признак как сочетание консервативного начала с оперативным в определенном балансе если бы наука была только оперативна куча масса самых сумообзбродных идей не дала бы осуществляться чему-то основному что можно было бы учить в школах и в вузах если бы это была только консервативная составляющая без оперативной ну дальше фургистон и теплорода а может быть и до них бы не дошли никуда бы не ушли значит вот какое-то сочетание оперативной составляющей с консервативной которая конечно обязана быть оно мне кажется в нашей академии наук не сбалансировано у нас слишком да у нас слишком жестко придерживается консервативного начала они не хотят знать ничего другого отпустить какие-то средства дать возможность этим заниматься ни в коем случае может быть потому что академия финансируется по остаточному принципу самим мало поэтому куда там еще в сторону чего-то там что-то такое отдавать но тем не менее это направление развивается и позапрошлом году я был на конференции в Москве по-моему это уже была третья конференция по вихревым полям причем участие в нем докторов наук присутствует имеет место быть если можно спросить спасибо вихревые поля это же не какой-то особый тип там взаимодействия в конце концов в вихре существует пятая сила особый тип взаимодействия а что какие кванты им то есть они все пока не вот вот вы займитесь и определите какие кванты я вам рассказывал возражение академика Евгения Александрова директора ГОИ в одной из своих статьях у меня по-моему есть ссылка он сегодня председатель комиссии положеноуки ну да совершенно верно он теперь наверное ее возглавляет вот он значит возглавляет академию положенной науки вот его возражение ну какие торсионные поля о чем вы говорите ну торсион или спин это величина момент количества движения для реальной частицы имеющей массу отличную от нуля хотя вот фотон тоже имеет спин хотя у него масса покоя ноль ну хорошо масса покоя отличная от нуля вот он имеет спин а что за поле спин где нет частиц что это такое безусловно безусловно это абсурд вот вот вы на это вы попались на что ему на что ему ну конечно вот это не попадаясь нет вы попались это и есть чушь это спонтанно когда вот так сразу у него тоже не хватило ума сесть и подумать как следует если вы думали над этим вопросом так скажите что я как раз собираюсь это сделать вы не даете так вот аналог есть электрический заряд вокруг него электрическое поле ну скажем плюс заряд электрическое поле если он приходит в движение создается динамическая составляющая которая кулоновскому закону не подчиняется нужны максимумские уравнения так да это вихревая компонента если он движется равномерно это вихревая компонента постоянно охватывает огромное пространство вплоть до бесконечности но она вихревая она не по кулоновскому закону рассчитывается если он движется ускоренно вы имеете электромагнитное поле тогда обе составляющие вихревые теперь ну есть заряд это поле от него вы его закрыли пермалоевым с огромной толщиной пермалоевым краном заряда нет а поле распространяется до бесконечности ну конечно если оно оно уже излучилось оно дальше и распространяется вот так же и с вихревыми с вращающимися частицами частица пока она не вращается подчиняется ньютоновскому закону частица массы если она пришла в равномерное движение вокруг себя образует динамическую составляющую вихревое поле если она приходит в ускоренное движение например вращательное ускоренное движение и это будет аналог электромагнитного поля оно получается тогда очень маленькое нет минутку извините когда вы его движение остановили это поле распространяется дальше в пространство если вы на его пути поставили какой-то тест который может прийти во вращение он изменит свой момент количества движений изменит и это будет доказывать существование это естественно электромагнитное поле оно имеет кванты фотоны а это ваше торсионное поле через что оно сейчас пока доказано что оно есть а попробуйте с электромагнитным полем определить после того как было доказано что оно есть до определения его кванта сколько времени прошло? довольно ну вот у нас не прошло еще четверть этого времени еще тогда вопрос откуда уверенно что это будет компонент гравитации а не будет пятым взаимодействием каким-то? все-таки пятым взаимодействием или компонент гравитации? ну да есть одно взаимодействие и оно входит в четыре известных Ньютоновское закон семерного тихотения а относительно пятый вихревой до сих пор не признают так оно как существует этого Это новое взаимодействие. Кравитационные волны могут существовать в виде вихрей? Какая разница? Какие? Кравитационные. Как точно так же в виде формы вихрей могут существовать? Кравитационные волны до сих пор, после опытов... Да, вот так, да? Так что пока говорят, могут, не могут. Просто вечно смотрите, в чем вопрос состоит. После опыта выбора никто не смог ничего произвести. Вебор показал, что вроде бы существует, но с нашей точки зрения он доказал нечто другое. А именно вихревую компоненту, от Солнца, да, и от других звезд. Что вы говорите? Ну, просто я говорю про следующее. Вот представим себе, общая теория относительности Эйнштейна, как теории гравитации не существует. Мы видим гравитацию, видим, что там тоже закон обратных квадратов наблюдается. И нам сразу же хочется написать для нее ровно такие же уравнения, как для электромагнитного взаимодействия, то есть для Максвелловской. Вы говорите, что Хевисайд, извините, я этого даже не знал. Хевисайд сразу же это делал. Вот Хевисайд. Потому что Хевисайд первый написал, Олиния Максвеллова написал Хевисайд. То есть в форме... В такой форме, да? В такой форме, да. В размере с Слоренцем между... Ну, возможно, я по-другому не знаю, но вот он написал в такой форме. И после этого ему сразу захотелось обобщить эту ситуацию на теорию гравитации. Действительно, там такая компонента появляется, которая в сегодняшний момент не явлена, не ясна. Так вот, вопрос состоит в следующем. Почему мы начинаем думать, что у нас есть такие поля, которые будут иметь вот эту... По отношению к нашему обычному гравитационному заряду, ведут себя так же, как магнитные поля, в электромагнике у Максвелла по отношению к куакуаловскому заряду, точно так же идут. А не какое-то пятое дополнительное взаимодействие, не имеющее отношения ни к гравитации, ни к электромагнитизму. Если не вращающаяся масса диск в опытехмельника, да, то что еще? Все остальное, как было, так и остается. Закон Хуассона как выполнялся, так и выполняется. Как только вы приводите во вращение этот диск, оказалось, не обязательно даже металличеству. Но у него был металлический. Если вы приводите в диск в вращение, мы автоматически переходим в неинерциальную систему отсчета. Там любые уравнения меняются, вообще говоря. Нет. Сам счетчик стоит на месте. Да, он сам стоит на месте, никуда не вращается. Счетчик на месте, вот диск вращается. Так что ни при чем здесь не вращается. Да, это странно, да. Выключаете двигатель, все становится на свои места. Потому что это закон экспонентации. Тогда при чем тут пятое символы, если она действовала до этого, как она может привести себя в соответствии с вращающейся массой? Да, это факт, это факт, да? И дальше. Черно пункт на неприхитренную систему. И дальше. И дальше с Солнцем, ну может быть сложнее тоже. На 11 лет немцы в ВИМе мерили и получали. Как только зимнее солнцестояние, закон Пуассона нарушается. Как только летнее, нарушается другой сон. Ну вот здесь как раз вполне... Ну может быть, да, что там другое. Ну с массой, конечно, с этим экспериментом здесь как бы он так. Вряд ли, вряд ли. Там еще что-то какая-то другая, какой-нибудь другой формы заряда. А в нагревателе Потапова где? А в нагревателе Потапова мы месяц... Где привели воду в обращение? Мы месяц назад посвятили Литрингель этому семинар. И была продемонстрирована теория, которая теплогенератор Пина и Потапова очень хорошо объясняет ее. Но не требует никаких трассионных погибаний, ничего подобного. Обычное свойство воды. Ну да, там был холодный ядерный синтез. Нет, ничего подобного, ничего подобного. Просто обычное свойство воды. Мужечная водоводная связь. Мы как раз этому выложили, по вам, 3 мг назад. Каким образом он это объясняет на пальцах? Кто? Потапов? Нет, Потапов. Потапов так как раз как вы объясняет. А, через Вихрьев. Да, да, через Вихрьев, через Водоядерный синтез. Да. Но он же у нас известный, великий молдавский ученый. Нет, он инженер полнорус. Да, он, нет, почему, по-моему, по-моему, 3 мгновенности наук. Ну, не знаю. Я имею в виду опыт Харьковского физика. Это я не знаю, я не знаю. Я бы в него почему-то не... Так опубликована эта вещь, действительно. И приводилась во сколько раз... Потому что полпину было, там вообще ничего не реагирует на что-то. Нейтронного излучения никакого. Ну вот. Не думаю, что они искывают. Хотя, может, искывают. Для того, чтобы это в дома ставить. Лупина – это тоже два диска, вращающие между собой. Создает кавитационное движение. И за счет этого происходит нагрев системы. Говорят, КПД-130% тоже. Ну, эта система похожа на Потаповскую. Думаю, что это не совсем так, потому что просто нагрев из-за трения у воды ничтожный на самом деле. Ну, они это пытаются сказать про холодный ядерный синтез. Оказалось, что не так. Ну да. Оказалось не так. Ну вот, с торсионной точки зрения, по крайней мере, качественно становится понятно. Поскольку это взаимодействие на нуклеарном уровне, а оно доказано вот хотя бы в опытах Мельника, и не только. Тут становится понятно. И понятно также то, что торсионное излучение довольно хорошо проницаемое. То есть стальные трубы, по которым течет носитель дальше, отдавая тепло полученное, да, для торсионного излучения они его получают от Солнца. Фоновая существует Земля. Но вы просто, если когда потребуется, можете посмотреть наш... Один важнейший эксперимент, я не указал, это просто грех на моей душе. Крылов. И он, к сожалению, не помню. Вместе с директором Института физики Земли, Академический Институт. Создал некую установку, которая должна была бы установить, помимо релеевской компоненты при землетрясениях, еще некую вихревую, потому что они пришли к такому выводу, что при некоторых землетрясениях в эпицентре, но в эпицентре наружу, на поверхности земли, центр может где-то там, да, это вот на поверхности Земли, они находили истертую в мелкий порошок твердую породу. Ну, гранит, например. Истертый в порошок на большую глубину. Ну, значит, что-то трет, значит, какие-то есть. Еще вот, чтобы найти эту компонент, так часто бывает в физике, когда ищут одно, но находят совершенно другое, да, вы знаете, таких экспериментов довольно много. Ну, начнем с Пикереля, который искал рентгеновые лучи в образце, который носил в кармане и получил рак в результате, да. Оказалось, радиоактивность просто наоборот. Ну, и много других. Так вот, значит, они построили такой прибор, значит, штанга метр восемьдесят, труба, инерционный. На нем по четыреста грамм свинцовые набалдашники, гантель такая получилась. На хорошем таком игольчатом подшипнике, на хорошем подвесе. Тщательно исследованное, выверенное, сбалансированное и так далее и тому подобное. Сделали они там вот поначалу две таких установки. Исследовали в Обнинской шахте, там на 30 метрах глубина, военные делали для себя, там где первая атомная станция для своих исследований. И она изолирована от электромагнитного излучения, ну, а в этом случае до некоторых частот, не низкочастотные пропады, конечно, ну, тут речь идет не о таких низких частотах. Значит, металлическом, металлический корпус сплошной. Вот в такой камере, рядом магнитометр, недалеко находились, ну, в Москве находились сейсмографы и, ну, еще какие-то приборы, я не знаю. Ни один из них не показывает ничего особенного. А штанга приходит во вращение. Причем там у них нулевой метод, она только приходит во вращение, на ней два магнита, противоположно поставленные. Здесь две катушки. Значит, как только штанга приходит во вращение, в катушках ток, у вас отсчет, ну, или в цифре, там была просто запись в те времена. Ну, и, кроме того, усиливается обратный ток и штангу это останавливает. Так вот оно вращается, причем, если вы ставите два прибора на расстоянии пяти метров, ну, больше, наверное, не позволяла эта камера, на расстоянии пяти метров, и штанги ставите параллельно, то они вращаются синфазно и синхронно. Если вы поворачиваете одну из них на угол 90 градусов, скажем, никакой синфазности, хотя синхронности и та, и другая вращаются, но синфазности нет. Хотя, если бы это было от Земли, значит, там треноги обе закреплены, треноги с землей, с грунтом, прочным. А это инерционная вещь, значит, если тренога пришла во вращение, то вы как раз получаете импульс, да? Штанга стоит, тренога пришла во вращение, магниты показывают, да, соответственно, показывают электрический ток. Но если эта Земля приходит в движение, то тогда, как бы вы ни ставили коромысло поначалу, штанга-то приходит в движение и там, и там. Значит, не важно, как стоит изначально коромысло. Ну, понятно, да? Катушки соединены с треногой, а магниты с этой штангой. Значит, катушки приходят в движение, и там, и там пришли в одно и то же движение, вы получаете синфазность. Значит, а если от поворота всей установки на 90 градусов, Земля пришла в движение, вы получите те же самые импульсы и там, и там, на 5 метрах. Ничего подобного. Это означает, что не в Земле дело, а дело в некотором излучении, которое с Землей рассеивается и идет по разным направлениям, по своим собственным законам. Здесь в одной фазе, для противоположной направленной гантели, фаза своя собственная, другая. Дальше они делали на вертикальной стенке, устанавливали, и получили точно то же самое. Ставят под углом 90 градусов, ничего похожего. Ставят их параллельно друг к другу, получают синфазные колебания. Дальше они делали на разломах разные, в Чили ездили и так далее по-разному. У нас, на Камчатку и так далее, на разломах получали до 20-40 этвишей. Они измеряли в единицах ускорения свободного падения. Ну, во всяком случае, да, в единицах ускорения. Этвиши, это на 10 тысяч, по-моему, одна дина, что ли, или одна десятая даже, сейчас не помню. Дина на сантиметр в квадратные секунды. Так вот, здесь в среднем фоновое движение порядка 800 тысяч этвишей, на разломах 20-40 тысяч этвишей. Вот я потому и обратил внимание на то, что в САСовском взрыве на перекрещении разломов стоит этот... Котловый картон. Да, воронка. Воронка, да. Вот стоит воронка на соединении двух разломов. Так вот, в разломах они получили, ну, сравните, 800 и 40 тысяч. Ну, вот такие изменения. Так что, опыты Крылова, когда я рассказывал о них физикам-теоретикам, два независимых физик, один, только слушай, это же Нобелевская премия. И второй сказал... Полнофигня. Прямо в таких выражениях. Это же Нобелевская премия. Но Крылова уже нет в живых. Его при жизни затравили до такой степени, что у него произошел инфаркт или инсульт, я не помню, он скончался. Вот так даются новые идеи физики, не так просто. Извините, я звук отребил ваше внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.